Уверенный выпад во время контратаки и спортсменка получает победный балл. Это кубок Московской области по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Здесь в физкультурно-оздоровительном центре «Новатор» собрались более 50 спортсменов со всей Московской области. Здесь участвуют самые достойные, те, которые хотят отобраться в сборную команду Московской области для участия уже в основном кубке России. Здесь присутствуют спортсмены городского округа Хинки, городского округа Лобник, городского округа Долгопрудный. Также здесь спортсмены из центра фехтования Ильгара Мамедова и городского округа Дубна. Участники рассказывают, что на турнире получают бесценный опыт в дуэлях с более сильными соперниками. Особенно это важно перед стартом нового спортивного сезона. Мне очень понравилось то, что нам дают возможность фехтовать с людьми, которые гораздо сильнее нас, потому что это полезный опыт. Я сейчас фехтовала с очень сильными девочками, многих из них я знаю, я их видела на сборах. Честно, мне очень нравится, как фехтуют наши девочки. У меня немного не получилось. Я два боя проиграл, но я намерен сейчас вернуться снова в строй. Турнир проходил в два этапа. Сражение до пяти уколов в предварительных дуэлях и до 15 ударов в туре прямого выбывания. Победу среди женщин одержала химчанка Анастасия Тугова, а золото в мужской категории забрал кандидат в мастера спорта Александр Тимофеев, который раньше выступал только в московских соревнованиях. Кубки Московской области первый раз. Раньше я был в Московской федерации, вот только перевелся по большому счету. Давно достаточно не выступал, поэтому приехать, выпустить пар всегда приятно. Лучшие фехтовальщики турнира примут участие уже на всероссийских соревнованиях. Андрей Панченко, Новости, Химки ТВ.